я вас приветствую на вам канале в этом уроке с вами хочу поговорить о веб-тестировании а именно ответить на вопрос который мне задали в прошлом видео он сейчас как раз появится на экране и этот плюс тому что вы всегда давайте обратную связь в комментариях насчет урока задавайте вопросы и на основе этого формируется мой контент а если вы еще не подписаны на мой канал подписывайтесь и ставьте лайк и при помощи браузер стеки буду отвечать на этот вопрос самом комментарии был прикреплен но три ссылки на разные интернет-магазины вот первый второй и третий и условия этого тестирования было сделать нефункциональное тестирование и найти критические ошибки я просмотрел я просто использовал один метод использовал браузер стек и использовал для устройства и на iphone 5s да он очень странно очень старое устройство имеет маленькое расширение экрана но на работе мы до сих пор тестим малые экраны потому что не всех людей есть деньги на крутые гаджеты и все остальные допустим айфоны их дорогие и дорогие андроиды с хорошими экранами большими но потому что на больших экранах тоже вводится очень много багов но в этом случае в некоторых разработках разработчики по необходимости тезе не указывается iphone 5 или просто клиенту не нужен пятый айфон именно сафари или chrome и это разрешение и вот как раз на основе всех этих фактов я протестил на пятом айфоне если вы будете тестить эти ссылки которые оставлю в описании других устройств найдете баги можете как раз об этом написать в комментариях а я займусь тестирование именно уже при помощи браузер стек пятого айфона кто не знаком с браузер стеком это отличный инструмент для кросс-браузерного и кросс-платформенного тестирования тут по есть android ios у айфоны айпады и планшеты у андроида есть samsung google и так далее то что поддерживает также сама у нас есть microsoft windows 10 8 8 1 восьмерка семерка xp и так же самый соответствующий браузер который поддерживает данные перед цены системы так же самое у нас есть mac и вместе 14 версия 90 версия именно firefox а и так далее если мы будем неслистать мы видим что версии сафари падают если мы повернемся обратно в ios и мы увидим что у нас идет седьмая версия сафари и давайте протестим именно каждый сайт я буду показывать на айфона 5s здесь мы просто перейдем в диспетчер покажем мобильное устройство и тут выберем 5 или 5s мы видим что тут все ок отображается разрешение 320 на 568 мы скроллим как бы норм у нас нет никакого вертикального скролла и все так даже симпатично выглядит ничего не едет но мы можем даже перейти в каждый это просто покажу каждый отдельный быстрый обзорчик инструмент у нас нюшка есть не инструмент извиняюсь а именно сайты давайте перейдем следующий тоже откроем 5s 320 вот видим что вполне все симпатичный давайте начнем с первого я скопирую орл и перейду в браузер стек клику выбираю сафари сейчас запустится эмулятор и так мой эмулятор запустился может быть немного дергаться браузер стек у них последнее время большие трапы в разработке он довольно не довольно очень сильно тормозит и мы видим что запустился первый экран наш и видим что у нас уже присутствует прокрутка которая не должна быть есть это увидите сразу вписывайте это этот баг с приоритетом норм потому что все модальные окна они должны быть адаптированы именно по данной устройстве видим что вот такой вот у нас уже баг появился закрываем модалку и мы видим как у нас уже полностью поломался контент я могу вам для примера показать вот как он тут выглядит вот сейчас наверх тут все более симпатично босс а тут видим что у нас крестик выбор языка не выбор языка извиняюсь выбор страны у нас очень сильно поехал видим что все верстка поломалась и все поехал по сути отойдет уже critical или можно сказать блокер багат с очень высоким приоритетом потому что видим что у нас тут все полностью поломано все разъехалось разные стороны если мы будем кликать на иконки сейчас он чуть-чуть подгрузит мы перешли как бы в нашу корзину тут тоже все поломано и мы можем закрыть вот это это как понимаю должна быть техподдержка если мы вернемся извиняюсь дата у нас техподдержка должна была быть такая задать вопрос какой-то но тут видим что она вот настолько поломалась и мы как раз сейчас выйдем он тоже не нажимается и наша корзина тоже как бы не очень все поломно допустим окей сейчас и если вы умеете пользоваться дептулсом но это то же самое дептулс кто у нас идет в хроме или сафари мы можем открыть с нами дептулс видим что тут сыпит в консоли огромное количество разных ошибок вот вот поехал поехал ну давайте попробуем проскролить видим что у нас мы спустились с вами сразу в футер и видим что футере у нас просто поехали все иконки социальных сетей у нас тут есть выбор страны сейчас он опять подгрузится я просто нажал на менюшку и тут видим что выпадает такое меню что опять же все у нас поломалась от слова совсем до самой лизы и можем даже с вами попробовать сюда нажать куда-то нет сюда мы не будем кликать и просто давайте откроем еще какой-то подпункт payment даже очень сильно плюс браузерстаг тормозит и мы видим что тяжело даже попасть на сам input попал и вот он начинает чуть-чуть подгружать видим что насколько можно было если был доступ именно к лицензии права так то что стоит лицензия бесплатная версия всего лишь минута и на минуту вы никак не разгуляйте чтобы протестить хотя бы пять минут посмотреть как насколько корректно отображается ваши сайты на вот таком маленьком устройстве ну вот принципе и он не совсем я даже не хочу заходить сами дебри ходить по сайту самому потому что уже визуально понятно насколько плохо и дело но если вы будете тестировать именно кого-то сайт на маленьком экране вы никогда не останавливайтесь открыли сайт увидели допустим идет а главная страница на вся поломана все равно вам необходимо по уходить по сайт походить разных вкладках подкрывать кнопки по нажимать и потому что полное отображение функционал рабочий функционал именно в нашем случае от пятерка вы должны на каждые отдельные элементы завести отдельный бах репорт что работаешь не работает нет смысла просто открыть сайт на пятерке и написать все не работает и заскринить что-то и показать вот поломался но эту часть можно показать но все равно по каждому отдельному элементу кнопки бах подписывайте указывайте и расписывайте именно степпродюс степпродюс если он необходим и ожидаемый фактически результат вот что хотел вам показать вот именно по первому сайту и следующее давайте откроем скопируем его и тут тоже закроем и тут я кликну стоп сэшем он остановится сейчас опять запущу его сейчас он запустит прошлый сайт в котором мы находились сейчас я ставлю скопирую кликну enter чтобы он перешел и сейчас он чуть-чуть его подгрузит так сайт загружается и мы видим что он более не менее отображается как бы ничего как бы в шапке пока ничего не поехало он чуть медленно отрабатывает эта работа уже просто так идет и как раз я сейчас поскрою вниз и сейчас сейчас тут может быть видим что никто вот первые бой ну как бы и блоки можно и хай сказать том что когда мы начали скролить вниз немного навбар стал как бы тоже но фиксированный быть и при скроле вниз мы видим как он начинает ломаться уже если мы вернемся обратно он отлично выглядит с ним все ок начинаем скролить он начинает появляться и он уже поломанный становится сейчас грузит я нажал на другой переход сейчас еще раз чуть-чуть подожду чтобы он на все это прогрузил видим вот и как раз видим что на 2 он поломанный видим что логотип налазит на кнопку меню если мы кликнем то менюшка открылась кликнем меню как бы прокрутки нету или сейчас закрою все-таки есть прокрутка мне показалось не прокрутки нет это уже чуть-чуть радует то что браузер стек очень долгий потому что не хочу концентрировать внимание не тратить ваше мнение ну ваше время покажу именно основные баги которые наткнулся чтобы не лазить по сайту потому что если провести полное тестирование даже не функциональное то это займет огромное время это можно уже выписывать в целый стрим и видим что у нас тут поехали все и ручки не ручки а именно категория для женщин для детей для мужчин домашние мы видим что не вот вниз так все скролли скроллят видим как все тут немного поехало тоже категории именно уже одежда тоже сильно съехала предупреждение выскочила не можем до скролли до самого низа и видим что у нас тоже что-то должно было быть ну так же самое все по раскидывал по раскидывал карты память ну именно оплату нашу и видим что у нас зарезается именно тоже логотипы как можно все оплатить и видим насколько это критично я сейчас мой для примера вам открыть это допустим давайте откроем то все iphone 12 pro max допустим и посмотрим как будет отображаться уже сайт последней версии iphone а это же классно браузер стеки каждая версия которая выходит она сразу обновляется появляется допустим следующем 13 iphone своей версии именно ios и браузер и она сразу подтягивается вы можете уже по сути даже тестите на новых экранах ваш сайт и видим насколько стабильно отображается уже сайт на нормальном экране и плюс его скорее всего тоже фиксили подтягивали под экраны видим как до этого все отображался как счастье ровненько а там как все раскидывалось прошлом примере мы можем еще допустим запустить с вами 11 iphone посмотреть как это будет выглядеть на 11 айфоне видим тоже что все хорошо отображается все отлично и давайте покажу вам третий сайт заключительный я скопирую этот url и перейду уже в 5s сейчас загрузится сайт и самое главное в том тестовом задании которые написали мне в комментариях указано что мы должны тестировать под американские окей выберем american usa и видим как насколько я уже кликнул по модалке модалка исчезла но тут осталось пустое место видим как логотип опять же бургер меню на лезла на логотип и лупа тоже сместилась туда же можно смотреть не отталкиваясь на макеты сразу видно визуально как насколько приехал уже верстка меню и начиная чуть-чуть не скролить видим как кнопки начинают налазить на скидку допустим на скидка какая-то есть и видим как полезли очень сильно криво сами кнопки купить сейчас показать то есть и так далее тут нету скролла нет тут скролла нет но видим что вот у нас если чуть выше мы это про все проскроллим пройдет но все подгружает перейдем на что-то сейчас опять загрузит и видим что карточка товара более не менее норм выглядит она не сильно так поехавшая давайте доскроллим до самого низа до футера мне интересно будет посмотреть как будет отображаться тот футер и видим еще есть какой-то плюсик но не посередине тут находится на когда мы именно скроллим до самого низа видим что все равно менюху у нас очень сильно такая поеханная конечно и давайте все-таки перейдем на какой-то товар посмотрим как будет отображаться сам товар менюха как было таки осталось мне никакого изменения нету вот видим тут немного зарезает у нас даже у нее это дергается сам браузер стать видим как у нас зарезает уже ты скроу которую не должно быть на главной странице и в карточках товара этого не было но когда мы уже перешли на основное товар появился на скроу если прочитать больше ну тут науш интересуют нас и можем подкролить вниз давайте ой шлепки появились и кликнем на найти магазин и посмотрим отображение на карте по скорее всего карта будет долго грузиться на счет посмотрим загрузится ли она вообще я бы мы указали какой магазин чем относится и давайте пока нагрузится мы зайдем в консольку с вами посмотрим тоже тут красная консоль и падают различные ошибки и такого не должно быть если вы открываете ваш сайт в консоли видите вот там отков изобразного вида крия огромное количество багов вы можете сразу делать скрин и скидывать и уже фронтенчику сами визуальные баги тоже изображается потому что тоже надо учитывать то что находится в самой консоли видим что долго грузится не хочу вас ждать пока он тоже ну давайте перейдем в личный кабинет как бы он еще должен кинуть на регистрацию авторизацию да у меня перекинул давайте перейдем в корзину видим что тут более не менее норм положения относительно первых двух сайтов но все равно видим что под такой экран она реально не рассчитана было и много чего поехала именно из верстки функционала сам как бы не кацию внутри не делал некие покупки не заполняя формы просто показывал вам визуально как можно уже открыть на маленьких экранах какой-то сайт увидеть как насколько критичными критично может быть ситуация с визуалом ну давайте для примера я открою это уже все в каком-то планшете и мы вберем он планшет и давайте ipad air 2019 открою на как он будет грузить или примера покажу и сейчас подгрузит мы выберем штаты и мы видим что тут очень много пустого места внизу и вот тут не должно было быть вот видим тут все поехало и вот идет наш футер заканчивается и снизу огромное количество пустого места это тоже надо выписывать видим что даже под планшетик она выглядит тоже уже как бы не лог ну давайте выберем для мужчин что-то посмотрим откроется давайте это выберем перейдем гружается и может быть это главное с утром мне кажется что со футером местами футером была проблема везде да она как бы атаки осталось нет тут нормально только на главный наш футер так прыгает я надеюсь что в этом уроке я ответил на вопросы которые мне задали в этом комментарии я показал именно криты по этим трем сайтам я именно их нашел если может быть других устройствах тоже можно будет найти также на андроиде и на паншетах андроидских паншет которые поддерживают android извиняюсь вот тоже что-то можно по находить это не делал то что просто очень плохо открывается на пятерке баги можно найти на любом устройстве где это может это зарезать так что всегда проверяйте на различных устройствах или смотрите какие устройства указаны у вас тоже чтобы должна поддерживаться или не поддерживаться это зависит как и устройство также самое и браузер я надеюсь что вам урок был мой полезен напишите в комментариях что об этом думаете ли у вас есть вопросы ваши вопросы всегда дополнительный мой контент и то же самое это очень интересно зрителям что ставьте лайк подписывайтесь на мой канал всем спасибо всем пока